И мы продолжаем утро 3 марта, Всемирный день писателя на календаре, отмечается практически во всем мире, международный, всемирный, вот, ну и мы вот живого писателя для вас приготовили. И этот живой писатель по имени Виктория Лякишева, автор книги «24 кадра про любовь» сегодня с нами, сама себя отзывается как автор-рассказчик-словоблудница. Доброе утро, словоблудница Виктория. Рады вас слышать и видеть. Доброе утро. Поздравляем вас с профессиональным праздником Дня писателя, что характерно. Изначально он носил название Всемирный день мира для писателя. То есть, видимо, не всегда мирно относились к людям, пишущим. Виктория, кстати, ваши впечатления от писательской деятельности, насколько принимают, так сказать, человека, пишущего в обществе? И вообще, что такое писатель? Да, например, выпендрежником. Так, вообще начнем с того, что я реально все-таки не сильно склонна называть себя писателем, потому что, ну, во-первых, у меня всего одна книга. Во-вторых, я в свое время нашла замечательные слова, которые звучат примерно так. Да, Владовому они принадлежат. Что писатель – это человек, который рассказывает людям, как жить, а рассказчик – это человек, который пишет о том, как люди живут. То есть, вот я больше рассказываю. Я не рассказываю, как, я рассказываю о чем. Поэтому, ну, вот такая моя история. Как люди ко мне относятся? Да, хорошо относятся. Те, кто... Тем, кто нравится мой формат... Кому нравится мой формат и жанр, с удовольствием читают. Я получаю массу положительных эмоций от отзывов. Я предполагаю, что у меня есть критики, но вот честно, они как-то, видимо, сидят тихонько и не портят меня настроение. В двух словах так. Но не размывается ли понятие писателя с появлением сейчас вот социальных сетей, где все пишут, и получается так, что раньше нужно было издать книгу через издательство. И вот сейчас, в принципе, человек может заниматься литературной деятельностью независимо от вот всех этих условностей. Ну да, безусловно. Но мы же живем в такое время, когда появление новых форматов и новых каких-то профессий даже. Это вот просто дело каждого дня. И сейчас действительно вы открываете интернет, и вам обещают, что вас научат писать, и вы напишите книгу за три месяца. Когда я это вижу, ну, конечно, у меня скепсис выше неба, но такое есть. Есть просто инструментарий, есть какие-то практики. И люди, которые, в принципе, ну, хорошо писали в школе сочинения, условно говоря, могут действительно написать книгу. О качестве этой книги, ну, тут уже другой вопрос. А в принципе, да. И то, что это понятие, то, что все называют себя писателями, может быть, поэтому мне и не хочется себя так называть. И я предпочитаю слово «рассказчик». Это как фотограф, наверное, что когда с появлением фотоаппарата в каждом смартфоне, каждый человек стал называть себя практически фотографом. И профессиональные фотографы ужасно обижались. И пришлось искать новые слова, и они стали называть себя фотохудожниками, например. И даже проблема с художниками, потому что все теперь рисовать или пошли пейзажики рисовать, чтобы как-то выпустить психологический пар. А вот скажите, пожалуйста, Виктория, такое наблюдение мое личное, модное движение, такое называемое стори-теллинг. То есть сейчас принят такой добровольно-принудительный экстравертизм. Хочешь, не хочешь, а ты должен с кем-то чем-то делиться, потому что иначе другие не поймут, что ты хочешь сказать и как донести свою мысль. Хорошо ли, правильно ли это? Я отношусь, ну, будучи маркетологом бывшим, а бывших их не бывает, я к стори-теллингу отношусь исключительно как к маркетинговому инструменту или к инструменту продвижения какого-то своего товара или своей услуги. Потому что он действительно эффективен. У меня даже был по этому поводу курс, я как раз рассказывала, как писать не книги, а как писать продающие, ну, не очень люблю это слово, тем не менее оно широко известно, продающие тексты. И тут стори-теллинг, он реально очень эффективный инструмент, он очень крутой и классный, я прям всеми руками за. Если человек ловит вот этот вот, ну, понимает, в чем книжка, то он может писать очень приличные, хорошие, привлекательные тексты. Что касается этого стори-теллинга в нашей жизни, то, что он плотно вошел, ну, я тоже думаю, что это неплохо-то. Но это не литература, это все-таки, ну, инструмент продажи, я бы относилась к нему так. Ну, я это имел в виду, что уже недостаточно выдать какое-то короткое описание, какой-то слоган или мод, а нужно обязательно придумать историю и с этой историей ходить ее рассказывать. Это требует время, это требует количество слов, это требует совершенно других навыков. И вот хочешь, не хочешь, сейчас модно рассказывать истории. Если я не хочу рассказывать истории, если я не люблю общаться, я, значит, выпадаю из этого тренда, из этой тенденции и из этого рынка. Это обидно, честно, вот мне обидно, потому что я, например, не очень люблю общаться. И то, что каждое утро я провожу, общаясь по два часа в эфире, ну, не то чтобы насилие, но что-то схожее. Что-то героическое в этом есть, да, как из Мюнхгаузена. А вот скажите, пожалуйста, Виктория, ведь известно, что людям свойственно лень, и чем дальше, тем больше все говорят, что люди не любят читать длинные тексты, и вообще там больше, чем страница, это уже сразу вызывает скуку. И вот как с этим, вот эта вот болезнь, это... Ну, я скажу так, что тут, может быть, есть момент, ну, лень, безусловно, присутствует, но давайте говорить честно, Александр, мне не даст соврать, есть люди, которые читают и будут читать всю свою жизнь, романы, книги, читать запойно, и такие люди никогда никуда не денутся. Есть люди, которые вот, ну, ориентируются по тому, что происходит в мире, а в мире все происходит быстро, быстро меняется, нужно, времени постоянно не хватает, поэтому короткие форматы, конечно, начинают становиться все более популярными. Может быть, даже и поэтому я избрала вот для своих, для своей книги первой и для второй тоже формат короткого рассказа. И для меня, для моих читателей, это, например, выпить чашку кофе там с утра с булочкой и прочитать одну историю. Им это очень нравится, потому что им не нужно прерываться на самом интересном, они прочли рассказ, побежали по своим делам, потом еще прочли и так далее. Но я повторюсь, это вопрос, ну, человеческого, так сказать, устройства человека. Если человек читал с детства, никакая лень тут, ну, не работает, он будет продолжать читать длинные романы. А можно роман в Эмодзи написать? Так уже существует? Существует роман, написанный Эмодзи, да? Да, уже, уже. Я не видела, я знаю, что существуют рассказы, в которых пустые страницы с сплошняком, но это тоже, да, я предполагаю, что это дань времени. Интересно было бы, кстати, он есть, интересно, в сети? Я бы прочла. Достаточно погуглить просто во время нашей беседы. Как правило, во время беседы я занимаюсь еще более интересными вещами и сразу какую-то дополнительную информацию о гугле. Очень любопытно, да, тоже современные инструменты, хвала им. Но, Виктория, пока я буду гуглить роман, написанный Эмодзи, возвращаясь к этой теме длинных текстов, а вы действительно на себе, ну, не обращали внимания, поменялись ли ваши привычки, действительно, вот все движется к сокращению, и не стало ли сложно читать, не воспринимать, а именно читать, ну, 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 честно, ну, ну, в долгую, ну, там сколько, 400 страниц книга, да ну, нафиг, ну, можно же было уложиться в 150. Пруст, господи, вот, прости господи, там, когда начинается на одной странице, и затем пять страниц, одно предложение идет. Да, вам самой за собой не замечали, что стало сложно воспринимать такие длинные тексты? При любви к чтению одно другое не отменяет? Ну, я, у меня, если вот брать мою историю, да, с чтением, то я просто перешла, честно скажу, что я перешла на формат электронного чтения, поэтому, потому что у меня нет возможности, ну, скажем, читать, вот сесть и там два или три часа читать, но я могу ночь на это убить или не убить, это другой вопрос. Поэтому я тоже читаю коротко, я не успеваю устать от этого чтения, у меня выдалось 15 минут где-то в ожидании, я открыла телефон и я читаю, у меня даже не читалка, а я читаю в телефоне, ну, когда есть возможность. Поэтому все зависит от литературы. Ну, слушайте, если книга увлекает, мне кажется, тут вопрос не в том, 600 она страниц или 150. Я в этом плане очень консервативный читатель. А я просто знаю, что, да, молодые, ну, скажем, юное поколение, вот у меня племянники, и они уже, да, почти не читают, им подсовывают, но они очень быстро устают, даже от какого-нибудь там Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А вы себя относите, вот к какой вот категории, вот как, значит, Хемингуэй, где штормило, шел дождь, или вот Прус, там, вышла девушка, платье которой напоминало облака в небе, которые проплывали над там селением, где жила удивительная семья, у которой были дети, выросшие и отправившиеся во Францию, там, и вот можно в одной фразе просто весь роман пересказать. Невозможно остановить. Да, я однозначно Хемингуэй, Довлатов, это мои авторы, я люблю такой слог. Кстати, коллеги, с позволения сказать, я нашел информацию, да, книга, написанная исключительно смайликами, ну, то же самое эмоджи, появилась в 13-м году, и это пересказ Моби Дика Германа Мелвилла, и выполнил этот перевод инженер-микроэлектронщик из Нью-Йорка, Фред Бенненсен. В 13-м году, между прочим, 8 лет назад это было уже сделано. А у нас есть звонок, здравствуйте. Да, здравствуйте, давайте я вас поправлю немножко. Первая книга эмоджи была написана 4000 лет назад на египетских пирамидах. Тогда это было, что-то, вау, из тех моментов того момента это все развилось, наверное, до каких-то романов там Льва Толстого. А сейчас мы просто в обратную идем, просто все на круге своя идет. Это как бы теория поколений. Скоро опять начнем строить пирамиды, вы к этому? А мы сейчас их уже строим, наша библиотека, например, разве нет? Спасибо, Адам. Спасибо, Иван. А в самом деле, да, как-то мы про иероглифы совсем забыли. Ну, то есть, получается, в обратном направлении гуляем. Да, у нас, я бы не понял, это продолжение звонка или следующий уже звонок? Нет, это следующий звонок. Доброе утро. Доброе утро. И я, значит, да, внимательно слушал. Я по Юдину все прорывался, но, наверное, не получится по Юдину еще сказать уже. А вот писатель Виктория, значит, она сказала, что Довлатов где-то высказал, что писатель человек, который, значит, рассказывает, как жить. Но очень сомневаюсь. Я очень люблю Довлатова, чтобы писатель так вот такую дидактику протолкнул. Довлатов, значит, я пишу, что, значит, как жить. Но не может этого быть, Виктория, вы, по-моему, заблуждаетесь. Могу по Юдину все-таки в догонку? Ну, конечно, может быть, и Виктория участвует в дискуссии. Там не дослушали, там же была цитата, писатель учит, как жить, а рассказчик рассказывает, как люди живут. Ну, Довлатов-то себя к писателю однозначно относит, но не может Довлатов сказать, я учу, как жить. Давайте, вы не спорьте, пожалуйста, вы же тоже можете это поискать в интернете. Могу ошибаться, да, да, да. Ну, давайте по Юдину. Ну, по Юдину. Вот смотрите, вот смотрите, вы вообще услышали, что я говорю, Юдин. Только без призывов, да? Да, да. Значит, они, значит, что они делают, вы вообще поняли или нет? То есть сейчас они хотят принять закон, по которому будут выдергивать из интернета людей и штрафовать. То есть закручивание гаек продолжается, бешеное. Один вопрос к Юдину, а куда делись референдумы? То есть просто, что они убраны вообще, вы же, наверное, спорить не будете. Не будем, тем более, что мы периодически в нашем эфире сообщаем о новых инициативах на портале «Монополс.В». Инициатива замечательно. Вот смотрите на примере, да, вот вы, значит, радио «Я и Юдин», это зона комфорта, моя уменьшается. То есть звоните вам, мы звоним еще кто-то там в догонку, там, пенсионеры, пенсии, как там называется, да, что-то вякаем. Ну, закручиваете вы, чтобы свою зону комфорта, я так, чтобы, ну, чтобы вы поняли, о чем речь касательно вас. То есть ваша зона комфорта выросла, моя уменьшилась. А Юдин в свое время, значит, единство, венатыма, это они же убрали референдумы. То есть они свою лодку, которую он не хочет, чтобы раскачивали, она уже и так в болоте вообще не шевелится. Но они еще хотят закрутить, чтобы она просто стояла, чтобы они могли там чай пить, значит, я образно говорю. А лодка при этом не качалась. Да, спасибо большое. Метафора понятна. Буквально осталось пару минут, а мы все про прописатели. На территории, кстати, наверняка вы слушали нашу эфир, мы только что беседовали действительно с депутатом Юдиным об инициативе. Как вы относитесь к наказаниям? Стоит ли, на ваш взгляд, их ужесточать или не обращать внимания за призывы к определенному неповиновению? Ну, скажем, какие-то регулирования, связанные с пандемией? Ну, тут вообще очень глобальный, я бы сказала, вопрос свободы слова. То есть, что тогда для нас, для человека, для вообще, для человечества свобода слова, если я не могу выразить свою позицию? Нет, нет, как раз он говорит, что можно позицию выражать, но если вы говорите, а давайте пойдем, вот соберемся, ну, и выразим позицию, там, битьем окон или, ну, там, не знаю, митингами, там, протестом, это нарушение? Нет, призыв к насилию, ну, в таком случае должны существовать очень строгие критерии. Вот, потому что призыв к насилию, ну, да, безусловно, это страшно, потому что это страшно. Но я в данном случае считаю, что, ну, должны быть они, да, мое мнение должны быть. Ну, потому что меня удивляет, например, а тогда, а что тогда в Беларуси происходит? Этот же закон не работает ли, ну, сейчас вот в Беларуси, условно говоря, или в других странах, которые, ну, считаются... Ну, речь-то как раз в нашем эфире и шла о разработке тех самых критериев. А что касается одного из наших слушателей, который пробился в эфир и стал спорить с Викторией по поводу цитаты Довлатова, опять же, я параллельно полез в гугли, ту самую цитату Виктории я не нашел, зато я нашел, мне кажется, идеально подходящую к этому поводу. Итак, Довлатов заповедник. В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы, ты взываешь к логике и здравому смыслу, и неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса. Я даже не знаю, что ответить. Это отлично. Нет, на самом деле, Довлатов гениальный, что ты скажешь? Это правда. Будем ли мы еще? У нас просто расшумелись в телефонной линии. Писательская тема просто рвет эфир. Доброе утро. Алло. Говорить. Вот такие классики, как Хемингуэ и Толстой, но мне просто, их много таких. Они же писали и большие романы, и коротенькие рассказы, Толстой сказки писал. То есть человек, если он пишет, он может писать все. И то, что рассказчик или учит жить, вот литература 19 века, она действительно учила многих жить. Да, спасибо. Спасибо огромное. Но сейчас, наверное, мне кажется, что эту функцию вот перенимают у книг, у писателей, перенимают блогеры, инфлюенсеры. И вот как их называют. И вот берут пример с того, как жить все-таки не из книг, а из скорее блогов. Более того, и эти блогеры, инфлюенсеры даже не рассказывают, они показывают, как жить. Да, да, даже еще проще. Вот нет ли в этом проблемы? Я бы сказала, что очень часто, если это реальные такие инфлюенсеры-инфлюенсеры, они показывают не то, как они живут, а то, за что им платят. Вот это не самое приятное, потому что они же, по сути, являются мощным рекламным каналом для брендов. Поэтому, если вы посмотрите повнимательнее, вы увидите, что блоги, ну, тот же Инстаграм-блог, он очень мало дает личной темы, очень много дает рекламного контента. Поэтому, ну, это вопрос, опять же, вопрос, кто, к чему я возвращаюсь. Это маркетинг, это реклама. Звукорежиссера кругляет глаза, нам было понимано. Говорит, такая интересная тема, мне бы тоже поучаствовать, но у него нет микрофона, и, к сожалению, наше время истекает. А с нами была Виктория Лягешева, автор книги «24 кадра про любовь». Огромное спасибо, Вика, что присоединились с нами. И выступили даже, в принципе, в роли соучастника, соведущего. Соучастника не надо. Ну, предыдущая тема была про участие, соучастие и так далее. Еще раз огромное спасибо, творческих успехов, до свидания. До свидания. И поздравляем с профессиональным праздником, Днем писателя. Ну, и мы, может, пойдем чего-нибудь попишем. Мы обязательно пойдем попишем, например, отчеты об этом эфире на портал Микс Ньюз, который надо обязательно читать, точно так же, как слушать радио «Болтком» 93.9 FM. Ну, и спасибо большое. Впереди программа «Подоплека». Там будет интересная тоже тема про экономику.